особое мнение на 101 фм в кирове 12 часов и 4 минуты я владимир сметанин приветствую вас наши слушатели и приветствую в нашей студии юриста яна чеботарева ян евгеньевич добрый день здравствуйте добрый день добрый день с прошедшими праздник да с наступившим вас в первую очередь 2023 годом кстати согласно опросам проведенного всероссийским центром изучения общественного мнения почти что 50 процентов наших соотечественников надеются что наступивший 23 год будет хорошим удачным вы принадлежите ян евгеньевич к этой почти что половине участников исследования я заставляю себя верить каждый год причем что год наступающий будет гораздо лучше чем год уходящий но это же традиция до готовить селедку под шубой салат оливье смотреть иронию судьбы и с легким паром и надеяться на лучшее вот иронию судьбы не смотрели остальное было все кстати в этом году многие жалуются что по телевизору было было и посмотреть то толком нечего вот даже люди старшего поколения моей маме 62 года приехал к ней в гости на рождество она говорит такую туфту показывали даже выключал не могу спорить не смотрел я тоже не я тоже не включал тоже не смотрю да и бой курантов собственно говоря через интернет но зато вот чебураш когда вы слышали лидер прям какой-то российского кинопроката за всю его историю очень странный фильм на самом деле уже ну я тизер посмотрел но я тоже да вот отношусь как трейлер посмотрел качество собственно говоря не очень мультипликации меня устроил не очень качество по моему накануне публиковали что уже успел фильм собрать в прокате четыре с половиной миллиарда но на безрыбье рублей да на безрыбье но мы понимаем что российский кинопрокат в последнее время конечно не самые лучшие времена переживает но тем не менее аватар вроде собственно говоря ну да прокатывается если говорить об итогах 2022 года ян евгеньевич по вашим ощущениям для кирова для области в целом кировской как этот год прошел по вашим личным ощущениям изменения в лучшую сторону в худшую стали люди добрее лучше умнее отзывчивее стали ли больше городские пейзажи вас радовать что-то вот такое что ну смотря ведь чем сравнивать что же все про работу тогда проделать невозможно по большому счету вот кончился 22 год и слава богу в данном случае здесь конечно вот я всем своим знакомым желаю чтобы в двадцать третьем году событий которыми так богат был 22 год было просто поменьше ну и качество их было немножко получше да и чтоб каждый ощутил на себе что действительно какие-то улучшения очень бы хотелось возможно на самом достатке в имущественном каком-то выражении ну не все измеряется деньгами как бы это банально не звучало у меня с точки зрения финансов например 22 год был достаточно успешный лучше многих но с другой стороны конечно радости мне 22 год принес немножко поменьше и поездить хотелось бы побольше и не только в страны снг куда-нибудь подальше посмотрим посмотрим кстати если что в правую плоскость да в такую переводить уже наш разговор и вспоминать о каких-то происшествиях тут по предварительным отчетам той же полиции накануне почитал у нас увеличение по итогам 2022 года количество краж количество преступлений с применением оружия да и мы по кирову прекрасно знаем смотря соцсети постоянно публикуются видеокадры краж из магазинов причем люди крадут все что угодно кофе шоколад парфюмерную продукцию и так далее и тому подобное и в комментариях там сразу получаем вал высказывания о том что ну как ведь везде камеры установлены ну не уже люди люди не понимают что их все равно найдут и поймают и накажут на самом деле далеко не факт камера установлена но это конечно прекрасно другой вопрос о том что если бы там на камере помимо самого факта кражи банки кофе было сразу видна фамилия человека который это совершил идентификация да да наверное это было бы более действенно чем просто фиксация самого факта на мой взгляд это просто показатель того что немножко наше население нищают ну да и все эксперты собственно сходятся во мнении то есть падение уровня до доходов она напрямую вот выражается в увеличении числа таких такого рода происшествия я думаю что так и есть это вполне разумное объяснение ничего нового я здесь точно не предложу 2022 год был еще знакомым вот в каком плане в конце 19 года мы помним был арестован бывший глава города владимир быков и в марте 22 года ему было вынесен ему был вынесен приговор в виде восьми лет колонии строгого режима и 15 миллионов рублей штрафа многие думали что вот история и закончилась но это лишь это только лишь один состав да это взятка в особо крупном размере в остальных составах обвинение не устояло но о чудо 22 июня 22 года быков был освобожден из-под стражи кировский областной суд отправил дело на пересмотр в суд первой инстанции суд новый стартовал 26 июля и владимир васильевич назвал сразу сходу дело против него с фальсифицированным это породило тоже массу конечно высказывания таких негативных в социальных сетях мол уходит от наказания бывший глава города и вот как то так ни шатка ни валко с тех пор все продолжается ваша оценка как профессионального юриста что же что же происходит в деле бывшего происходит рассмотрение дела в суде первой инстанции по соответствующим правилам на самом деле не буду здесь оригинален раз от раза я повторяю на подобного рода вопросы примерно одинаковый ответ очень тяжело загадки очень тяжело комментировать уголовное дело не зная его досконально не будучи с ним ознакомленным на месте стороны защиты но я бы не испытывал каких-то радужных ожиданий от грядущего судебного процесса почему потому что отмена оправдательного приговора но это всегда не очень хороший знак и здесь есть над чем подумать стороне защиты с практика так складывается да что ну практика разно направленный в данном случае но тем не менее ведь был отменен именно оправдательный приговор по ряду эпизодов можно да повторить тут и мошенничество в особо крупном размере и организация растраты денежных средств в особо крупном размере пособничество в мошенничестве и так далее и здесь можно сказать о том что с уверенностью что наверное очевидно можно считать что в двадцать третьем году приговор суда первой инстанции состоится какой он будет никто не знает я более чем уверен что даже судья который рассматривает это дело не знает этого пока во всяком случае по закону это так до удаления в совещательную комнату значит и мы услышим счел ли суд доказанным те эпизоды на которые инкриминируется владимир васильевич и какова будет реакция защиты ну если приговор будет обвинительным можно с уверенностью сказать что будут жалобы если он будет оправдателем тоже будут жалобы только с другой стороны поэтому здесь могу единственное обратить внимание на что лично меня во всей этой ситуации и с господином быковым и с нашим бывшим главой администрации господином шульгиным чуть позже о нем до радует только одно на самом деле не сам факт привлечения таких достаточно высокопоставленных чиновников какой-то ответственности а то что власть как бы мы к ней не относились и как бы не критиковали в каких-то частях все-таки таким образом демонстрирует возможность и умение самоочищаться и никакой пост высокий либо маленький значительный либо мало значительный не является абсолютной гарантией вседозволенности сушить вот как обыкновенный гражданин не облечен никакими полномочиями слава богу меня это просто радует просто радует и здесь ну я могу конечно как обыкновенный обыватель говорит что дыма без огня не бывает высказывать какие-то свои претензии что господину шульгину что господину быкову и так далее но тем не менее как юрист я считаю что сам по себе процесс пока ведется без каких-то существенных нарушений во всяком случае в паблик такую информацию не вбрасывают я уверен что права и владимир васильевич и господина шульгина они будут соблюдаться и они сумеют попытаться защититься достаточно эффективно и в итоге состоится законное справедливое обоснованное решение ну вот кстати сегодня сми написали о том что очередной суд по шульгину должен был состояться сегодня но адвокаты не явились как и сам собственно шульгин не явился ввиду того что заболел и по-моему на 19 января перенесено ну все мы люди все болеют но там все-таки случай с шульгиным там делать другое там полегче там три года условно всего лишь и несмотря на это опять же приговор-то ведь не устоялся и его пересматривают в настоящий момент точно также и как кого будет решение нынешнего процесса опять же ну угадать достаточно проблематично странно ведет себя по сообщениям сми представители потерпевшего которыми являются администрация муниципального образования город киров как-то очень странно у меня складывается ощущение что люди представители которые ходят в этот процесс плохо вообще ориентируются в деле во всяком случае просто кивать в сторону прокуратуру и говорить о том что ну вот нас признали потерпевшими поэтому мы потерпевшие но это как-то ну вот вот как-то уж слишком без зуба шли бы потерпели либо нет нельзя быть немножко беременным нельзя быть не на все сто процентов да да интересно да почему чиновники наступают на одни и те же грабли или система им подсовывает эти одни и те же грабли постоянно ну как вот я думаю что любой разумный бы человек в чем окружении бы появился обвиняемый подозреваемый но он вел бы себя впредь наверное более как-то аккуратно ну я вижу я вижу здесь причину совершенно системную к сожалению но некоторым образом отрицательная селекция у нас просматривается и чиновничество формируется за счет собственной массы то есть грубо говоря вот есть армия чиновников и они сами себя рождают что нет они просто меняют название своих должностей переезжают в другие регионы возможно меняют кабинеты но они в любом случае вот эта вся огромная масса она существует сама по себе вот как без обид будет сказано судейский корпус формируется в основном за счет представителей этого же судейского корпуса достаточно закрытая структура да корпорация достаточно закрытая обычный среднестатистический судья значит проходит путь от секретаря помощника до непосредственно уже судьи облеченного судебной власти в редких в редких случаях на пост судьи попадают представители адвокатуры частно практикующих юристов это вообще уникальная вещь иногда из каких-то других властных структур из прокуратуры из таможни еще откуда-то из приставов в основном все таки судейский корпус сам генерирует кадр для себя вот тоже самое и среди наших чиновников очень часто в основном как раз любой чиновник вышестоящего уровня проходит ступенчато собственно говоря свою карьерную лестницу от мелкого клерка как эксперт отдела старшего эксперта заместителя 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 и так далее а дальше уже там начальник отдела зам главы департамента глава департамента и так далее и тому подобное здесь конечно на мой взгляд нужно как-то подумать на тем как эту систему реформировать возможно где-то более широко использовать какие-то конкурсные процедуры пытаться привлекать на знаковые какие-то должности людей не из систем а из например там из бизнеса и просто желающих через систему кадрового отбора пропустить через сито может быть это было бы эффективно насчет бизнеса не знаю тут дискуссионная тема достаточно давно она обсуждается успешному бизнесмену идти во власть зачем если у него и так все зря я знаю массу примеров когда успешные бизнесмены просто устав от однообразие например там зарабатывание денег уходят заниматься чем-то другим коммерсанты уходят сельское хозяйство становятся фермерами причем достаточно успешными но фермер это же тоже бизнес он же тоже он же тоже выращивает продукцию для того чтобы ее продать немножко другой немножко другой ну здесь насчет прибыльности я бы поспорил собственно говоря здесь большей части это все-таки веление души мне так представляется точно так же я знаю случаи когда достаточно успешные предприниматели уходят просто в мелкоремесленные собственно я производства и сами что-то руками руками что-то делают да у меня есть несколько забавных деревянных изделий которые были изготовлены весьма крупным кировским предпринимателем который просто плюнул на этот бизнес и вы и храните как нечто греющее я не храню ими пользуйтесь и вот кстати да по поводу чиновничьей политики которые сейчас у нас в городе наблюдаются накануне нового года мы встречались с главой администрации вячеславом симаком в нашей студии он в частности заявил о том что сейчас серьезно перелопачивает структуру администрации и прокуратурой и контрольно-счетная палата внимательно следят за деятельностью подведомственных учреждений вот по словам вячеслава николаевича чуть ли не каждую неделю мы прощаемся с теми или иными руководителями потому что он вот посмотрев пристально убедился в том что а чем заниматься люди ничем не занимаются зачем структура зачем десятки людей в штате содержать которые деду которые делают непонятно что вам нравится такой подход ну отчасти наверное да значит я здесь вижу некоторое лукавство со стороны нашего главы администрации в чем заключается ну давайте так я могу пояснить у нас если мне не изменяет память господин симаков он ведь тоже выходец из структур городской администрации не он ли возглавлял теруправления одного из районов первомайская да поэтому знаете вот до этого был главным по транспорту в городе мне очень тяжело поверить что в настоящий момент он сделал для себя прежде всего открытие о том что достаточно большое количество его коллег занимаются простите только тем что бумаги перекладывать я считаю что он как минимум сам как выходец из этой системы знал об этом достаточно давно некоторые нам очень не было некоторые его управленческие решения мне лично представляются весьма забавными другого слова не подберу как-то странно выглядит назначение господина стяжкина исполняющим обязанности первого заместителя с последующим увольнением спустя декаду с волчьим билетом фактически как-то так совпало странно очень но ошибся человек в принятии кадров я почитываю прессу в администрацию конечно не особо я вхож иногда бываю что тем не менее мне представляется все таки что не вполне дело главы администрации лично на коньках проверять качество заливки льда на катке у филармония вместо того чтобы выстраивать систему управления с тем чтобы подобного рода качество проверялась специально обученными людьми из этой же администрации какой-то такой знаете попытка ручного управления до добра не доводит либо надрывается подобного рода человек просто сил не хватает физических либо система окончательно рассыпается потому что подобного рода действия приводят к тому что система просто извините перестает отвечать на какие-то управляющие воздействия что она начинает вообще существовать отдельно даже от этого главного верховного управления пока я готов простить господину всемакову подобного рода забавности я считаю что все-таки некоторый кредит доверия во всяком случае от меня у него точно есть подождем подождем на это и на этом тогда давайте сформируем какой-то перечень рекомендаций совета в главе администрации что ли то есть отходить от принципов ручного управления безусловно выстраивать систему оттачивать и рода работоспособность конечно кстати подобные намеки уже неоднократно делал глава региона александр соколов пусть зам работают говорит все правильно отдыхать все правильно глава администрации прежде всего должен выстраивать систему не бегать лично контролировать качество льда либо качество уборки улиц и так далее понятно что как нормальный горожанин двигаясь по улицам по проспектам можно обратить внимание на то хорошо или плохо убираются у нас собственно говоря элементы дорожной сети но в данном случае вот я как обыкновенный человек вижу о том что отвратительно и не могу сказать что в нынешнем сезоне кардинальное улучшение какое-то произошло прорыв какой-то был сделан и то что говорилось вот у нас в эфире я слышал абсолютно несколько минут назад и то что говорили мне мои сотрудники связи с теми морозами которые были у нас определенный транспортный коллапс в части движения городского транспорта случился вдруг говорить о том что подвело качество дизельного топлива но это вообще очень странно нас дизельное топливо везде одинаковые по госту должно быть в каком случае ну как нам есть сотрудник администрации там что-то летняя в общем солярка была насколько я понимаю тогда это простите фактически как минимум если не сказать хуже у нас зима так то причем здесь летняя солярка вообще когда тема с соляркой тут возникла на днях вспомнилось опять таки вот дела до связаны дымящие пазики василища топлива да 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 то есть такое ощущение что мы опять туда же наступили это может быть вырабатывают старые запасы конечно я не исключаю и такой вариант но в целом ну на мой взгляд это абсолютно неправильно здесь претензия может быть адресовано конечно и главе администрации хотя большей частью опять же это на мой взгляд пока показатель того что система контроля за деятельностью муниципального предприятия все-таки муниципалитет у нас главный акционер а т.п. она просто не отлажена никоим образом собственно это неправильно безусловно ну симаков ведь мы помним в дембре прошлого года он внезапно якобы наведался на автотранспортное предприятие сделал для себя выводы узрел там некие недочеты мягко говоря и в кадровую политику пообещал что это будет исправляться ситуация но вот пока вроде как ярких каких-то итогов мы пока не видим положительных изменений ну подождем на мой взгляд на мой взгляд здесь можно порадоваться вот исходя из структур городских властей меня пока радует городская дума да она достаточно активно так нам в этой части с депутатским корпусом мне представляется повезло и было бы очень неплохо если бы она была еще более активна и своими приведите примеры активности чтобы принимать что вам конкретно понимать что вам конкретно нравится пожалуйста в работе на нынешнего состава могу сказать значит у меня 2022 год прошел под знаком непрекращающихся судебных баталий с администрацией города кирова правительством кировской области по вопросам связанным с проблемами строительных компаний мы оспаривали и постановление правительства области об установлении территории исторического поселения и правила землепользования и застройки которые принимала администрация города и тогда здесь как раз депутаты показали себя достаточно толковыми управленцами часть из них конечно достаточно глубоко в этой теме потому что они сами работают в строительном но тем не менее подобного рода проблема которая возникла в двадцать втором году в настоящий момент успешно решаются я надеюсь что администрация города проявит определенную гибкость избавиться от той странной косности которая имела место быть суть суть была в том что вообще невозможно было до получить разрешение на фактически да администрация города администрация города заняла странную тогда позицию значит и фактически перекладывала на плечи строительных компаний те функции которые должна была выполнять сама например там по комплексному развитию территории то есть именно администрация должна заботиться об обеспечении горожан детскими садиками площадками да школьными учреждениями учреждениями культуры и так далее и не пытаться переложить подобного рода социальные по сути функции на плечи бизнеса которые и так простите платить достаточно большие налоги посмотрим пока во всяком случае могу сказать что безусловно безусловно депутатский корпус в том виде в который он присутствует в настоящий момент мне нравится и сменяемость депутатского корпуса который имеет место быть созыв от созыва есть конечно люди которые достаточно давно присутствует фактически не сменяем на мой взгляд это показатель того доверия которые горожане собственно и оказывают таким депутатам а вы на выбор ты ходили яна вегенчик в сентябре я во года я новый седьмой состав да у нас городского я на выборы ходил сразу скажу но голосовал я не по всем вопросам какой-то бюллетень я просто избирательно ну да не буду рассказывать но за гордуму голосовали за гордуму голосовали ну там достаточно интересно да и но новые лица есть да в нашей городской думе и вот мы пытаемся сейчас приглашается в наши передачи для того чтобы поучаствовать и много молодых кстати пришло туда коммунисты в первую очередь но вы знаете что самые молодые наши городские парламентарии кстати да что по поводу областной власти если они говорится насколько вам тоже ведь выбирали мы нового губернатора в сентябре насколько вам нравится работа нового главы региона его информационная политика эти его еженедельные понедельничные планерки да на которых зачастую звучат такие громкие достаточно резкие заявления в том числе об увольнениях чиновников вот в этот понедельник например александр валентинович назвал управляющей компании лоботрясами ну не все конечно но вот да есть говорить такие лоботрясы правду говорить легко и приятно да и госжилинспекция должна работать в том направлении чтобы лишать их лицензии у нас якобы уже прям задача поставлена к весне этого года на две трети сократить число управляющих компаний смело смело безусловно здесь осмелюсь рассчитывать что искусственно какие-то препоны на пути бизнеса выстраиваться не будут но в то же время за неоднократное нарушение установленных правил обслуживания многоквартирных жилых домов и жилого фонда безусловно нужно наказывать что до добра головотяпство не доведет рано или поздно естественно если есть какая-то частная управляющая компания которые соблюдают нормы которые адекватно реагируют на критику вовремя чистить снег во дворах примеру значит заботиться об исправности коммуникации и прочее ну честь им и хвала пусть работает на рынке если есть простите какая-то маленькая фирмочка которая занимается только тем что стрижет купон и собирает с граждан деньги при этом стараюсь поменьше услуг им оказывать ну конечно от таких нужно избавиться не секрет же что у нас полноуток их организации у которых только там директор и бухгалтер и собственно даже в штате никого нет ни дворников ни склесарей не прочих там сотрудников ну это беда достаточно известная нет у нас законодательного закрепления обязанности управляющей компании иметь в штате своих а не наемных например каких-то специалистов но тем не менее конечно наличие своего слесаря сантехника либо своего электрика и так далее говорит об уровне и качестве тех услуг которые это управляющая компания мы продолжим обязательно нашу беседу да у нас время небольшой паузы подошло я напомню что мы беседуем с яном чеботаревым юристом вернемся через минуту особое мнение на 101 фм особое мнение юриста яна чеботарева в нашем эфире еще раз добрый день ну вот в продолжении меня вашей оценки деятельности уже региональной власти информационная открытость заявления александра соколова как на это все взираете в последние месяцы может быть за что-то поблагодарить может быть его хотели ну за кадровые решения готов ему сказать спасибо безусловно во всяком случае некоторая чистка среди правительства кировской области которая имела место быть с приходом господина соколова на мой взгляд на только на пользу правительства пойдет многие считают что еще будет продолжаться еще мы не увидели полное полное обновление команд не все же сразу не все же сразу но тем не менее тренд уже более-менее ясен и этот тренд можно только приветствовать очень интересное решение не знаю правда это постоянное будет либо это временные события у нас сейчас фактически господин соколов и правительство еще одновременно до является председателем на мой вот некоторые такое единоначалия но достаточно интересно выглядит и будет забавно посмотреть к чему это приведет во всяком случае пока ну я даю у нас же должны у нас же был такой я понимаю я отдаю должное смелости нашего губернатора который не боится впрячься в подобного рода телегу и тащить этот воз смелое решение достойное абсолютно мужественное могу только пожелать успехов безусловно что касается информационной открытости по сравнению с предыдущими нашими руководителями безусловно безусловно очень интересно и приятно наблюдать за той степенью которую демонстрирует правительство в настоящий момент хотя есть на мой взгляд еще куда стремиться например слушайте вот пока я лично считаю что абсолютная информационная открытость очень интересное общение имело место быть во времена никита юрьевича белого значит может быть это было связано во многом с отдельными личностями я очень приятно всегда вспоминаю господина веснина с которым было приятно пообщаться который ныне является депутатом заксобрания кировской области очень редко встречается человек настолько умный образованный и умеющий владеть русским языком очень приятно во всяком случае я думаю что тут опять же тренд который демонстрирует правительство области в настоящий момент он положителен он положителен здесь рассчитываю что с течением времени у нас действительно будет абсолютно открытый информационный обмен среди горожанами среди жителями кировской области среди правительством будут появляться какие-то новые возможности у нас же по закону обязали вроде недавно да всевозможные государственные муниципальные органы имеет свои паблики в социальной сети ну паблик это хорошо другой вопрос о том что помимо просто возможности публиковать в сети интернет например какие-то информационные сообщения от имени правительства недостаточно на мой взгляд очень важна какая-то обратная связь на реакция со стороны населения и соответственно реакция на эти обращения которые поступают через этот паблик мне во всяком случае есть с чем сравнивать я считаю что не к ночь конечно будет помянута тем не менее есть такая страна европейского союза эстония где вот подобного рода информационный обмен через сеть интернет выстроен настолько умело и настолько просто и понятно что нет необходимости посещать какие-то официальные учреждения заполнять какие-то бумаги анкеты и так далее все делается достаточно элементарно через сеть интернет с помощью айди карты можно сказать что жизнь человека полностью управляет смартфон не отходя в компьютере и так далее то есть человек фактически избавлен от необходимости стоять в каких-то очередях выпрашивать какие-то собственно говоря разрешительные документы наметки подобного рода процессов российской федерации они есть причем достаточно давно эти же госуслуги но тем не менее не до конца пока еще ну есть конечно у нас проблемы которые поважнее чем подобного рода выстраивание системы но тем не менее опять же какое-то движение просматривается это хорошо вы я на гене сказали ну и говорили ранее прекрасно знаю много общаетесь и работаете с предпринимателями вот это еще по поводу тех решений которые приняты у нас новой региональной властью упрощенная система налогообложения да она у нас продлена и вот сейчас ставится задача в ближайшее время якобы вот вернуть в регион тех предпринимателей которые у нас перерегистрировались в других субъектах насколько реально зачем для чего в общем как оцениваете ну зачем это конечно понятно никакой сложности не возникает нужно налоги платили конечно люди это новая нефть соответственно чем больше налогоплательщиков тем богаче бюджет и соответственно легче работать с другой стороны без каких-то качественных экономических обоснований принять подобного рода управленческие решения просто вот по щелчку пальцев невозможно почему предприниматели побежали в свое время из кировской области во многом это было связано с неправильной фискальной политикой которая осуществляла бывшие бывшие подчеркнули руководство управления федеральной налоговой службы здесь тренд был переломлен и в настоящий момент управление фнс кировская налоговая работают на удивить на удивление лояльно значит в то же время опять же обращу внимание что в ряде регионов были созданы приятные достаточно налоговые условия пониженные ставки налогов по упрощенной налоговой системе по осен 1 процент 2 процента и прочее здесь конечно есть над чем подумать и нашим законодателям предложить какие-то послабления при опять же контроле правильности использования этих льгот ну было бы не лишним абсолютно не лишним у нас бы появлялись и новые какие-то бизнесы и возможно предприниматели которые прописаны да ключевое слово прописаны на территории сопредельных регионов каких-то отдаленных регионов российской федерации будут менять свою регистрацию и возвращаться к родным пенатам смешно на самом деле работаете в и жить в городе кирове и числится ну не знаю где-нибудь там в удмуртии либо еще где-то ну и бывают там примеры да за три девять земель что называется да регистрируется да и в чечне собственно говоря пару минут у нас есть как-то тему бизнеса не хочется уходить а как вообще на ваш взгляд вот в наши непростое как принято говорить трудное время открывает бизнес в кирове в кировской области заниматься им успешно реально а почему нет при каких условиях то есть по большому счету ничего не изменилось пожалуйста если есть у тебя сушить и в этой части российская федерация достаточно лояльное государство к организацию каких-то бизнес-процессов здесь конечно может быть имело бы смысл продумать какие-то льготы для начинающих предпринимателей понижены опять же налоговые ставки более упрощенные налоговые отчетности чтобы дать расправить крылья ну да ну да ну да ну да значит я думаю что вот вот продумать подобного рода систему было бы не лишним в то же время те налоги которые платят уже предприятия которые стоят достаточно крепко на ногах я не могу сказать что они чрезмерно завышены и прочее здесь у нас достаточно большое количество льгот конечно если есть какой-то мега крупный бизнес ну естественно он платит больше чем что-то мелкое но в то же время тренд я лично как юрист который занимается налоговыми консультациями на обеление доходов он прослеживается на протяжении уже нескольких налоговых периодов это можно только приветствовать ну безусловно безусловно люди начинают обыкновенные граждане понимать о том что им достаточно выгодно получать белую заработную плату чем чуть побольше но серыми черными какими угодно схем и получать возможно там потом кучу всевозможных проблем проверок точно точно абсолютно точно абсолютно точно благодарю вас за этот разговор завершается наша беседа с юристом я нам чеботаревым еще раз наступившим новым годом спасибо надеемся все таки да вот как вот те 50 процентов участников опроса на то что год будет удачным хорошим ну посмотрим живем и увидим что называется держу пальцы скрещиваем пальцы спасибо всего доброго до свидания особое мнение на 101 фм